Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Коротко о спортивных событиях прошедшей недели. 23 мая в Ледовом дворце Труд стартовали кружные соревнования по хоккею с шайбой с закрытием сезона. 4 июня в «Дюцлидер» состоялся футбольный матч между командой «Власть» и предпринимателей. «Тропы детства» – приключенческая игра по таким названиям прошла на лыжероллерной трассе. В этом году игру посвятили 30-й годовщинной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего участие в игре приняло 8 команд. 4 команды представила 4-я школа – «Кадеты и отвага». 2 команды представил Ненецкий аграрно-экономический техникум – МЧС и «Адреналин». И по одной команде представил ДДТ поселка Искатели и ДДТ города Наринмара. Каждой предстояло пройти 9 этапов. Один из них – тушение имитированного очага из огнетушителя. Затем этап радиационно-химическо-биологическая защита. Участникам требовалось одеть костюм «Аладин». Изначально судьи этот этап оценивали на время, но в связи с тем, что ребята одевали костюм впервые, пошли на уступки. Одним из самых интересных этапов стала пожарная эстафета. Не 4 человека от команды на время должны одеть пожарный костюм в боевку, провести рукавную магистраль и сбить водой бутылки. Также участники испытали себя в ориентировании на местности, оказании первой медицинской помощи, прошли проверку знаний о катастрофе на ЧАЭС, подготовку посадочной площадки для вертолета и аварийные знаки. После игрового блока была продемонстрирована выставка спецтехники МЧС России и организована демонстрационное выступление УМВД России по Ненецкому округу. Они показали работы группы захвата по ликвидации террористов с применением спецтехники и оружия. Ледовая арена окружной столицы стала центром внимания всех любителей хоккея нашего региона. Там стартовали окружные соревнования по хоккею с шайбой в закрытии сезона. В очередной раз на льду встретились команды «Росомахи» и «Завод», чтобы подрить болельщикам массу эмоций и в честной борьбе определить, кто сильнее. Команда «Росомахи» с первого сбрасывания стала контролировать игру. Через пару минут игры распаковали ворота соперника. После первого периода счет на табло был 6-0 в пользу команды «Росомахи». По словам капитана команды Алексея Рыбкина, игра у них больше тренировочная, и они могут задействовать всех игроков. В основном у нас состав ровный, стабильный, самое главное. На воротах девчонка стоит, тоже молодец, ловит все, что... Ну, молодец, старается. А как у нее все впереди, я думаю, у нее большое будущее на самом деле. А вот как, давно она занимается вообще китаем? Нет, недавно на самом деле занимается, но уже за небольшое время она уже наверстала. И главное, есть желание, а есть желание и будет все хорошо. Второй период начался с моментального голого рота завода. За любимые команды пришли поболеть жители нашего округа. Один из них, Сергей Мохов, признается, что раньше тоже играл в хоккей в городе Ярославль. Я болею за «Росомах», потому что там играет много моих друзей и коллег по работе. Рады за свою команду сейчас? Я вообще очень рад, что здесь у нас так развит хоккей. Рад за свою команду, рад за своих друзей, которые так здорово играют. Но я хочу, чтобы победил сильнейший, да, и кто больше тренируется, кто больше работает. Поэтому, может, победить сильнейший. В третьем периоде команда «Завод» все-таки смогла сократить разрыв в две шайбы. Но это не помешало команде «Росомахи» выйти победителями. В конце периода счет составлял 18-2. Завершился сезон спортивных мероприятий у пловцов. О том, как себя показали наши спортсмены и в каких спортивных мероприятиях принимали участие, нам расскажет гость нашей программы, педагог дополнительного образования по плаванию Пермиловска Ольга Александровна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Дмитрий. А вот каким был этот год? Какие соревнования у вас были? Ну, знаете, начать хочется с того, что плавание, да, у нас в городе очень популярный вид спорта. Даже если посмотреть расписание работы бассейна, то нет ни одного свободного часа. Так, за 2015-2016 год обучение в спортивно-оздоровительных группах проходили 612 ребят. Стабильно в год они участвуют 4 раза в соревнованиях. Так, в начале 2015-го учебного года у нас проходили соревнования, посвященные 20-летию Дворца спорта «Норд». Участие принимали 252 воспитанника. Далее следовали соревнования в ноябре месяце, в феврале. И закрытие сезона, это было 21-24 апреля, соревнования, посвященные Дню Победы. Там участие приняли уже на 70 ребят больше, чем в начале учебного года. Это 322 человека. А вот что самое важное для вас именно было в этом году? Самое важное было то, что у ребят есть желание заниматься плаванием, они идут туда сами, ни в коем случае не под напором родителей. Очень приятно видеть, как ребята идут к намеченной цели, да, плывут на разряды. Разряды. То есть у нас по итогам года, в конце 2016-го года, разряды есть у 200 ребят. А вот по сравнению с тем годом, тем сезоном, что-то добавилось новое или наоборот что-то потерялось? Ну, единственное, что мы перестали выезжать. Да, если еще в том и чемном году у нас был выезд на кубок Лукина в город Архангельск, то в этом году, к сожалению, такого не было. Хотя, в принципе, ребята способные есть, ребята могут плыть и могут составить конкуренцию тому же Архангельску. А дальше Архангельска куда-нибудь выезжали вы? У нас пока такого не было. Не было, да. Хотелось бы, но, к сожалению, финансирование не позволяет. Но мы очень надеемся, что в дальнейшем что-то изменится. А вот уровень наших пловцов, вот как можете оценить? Ребята хотят, ребята могут, ребята интересуются, почему не выезжаем. Уровень высокий, но единственное, что... Единственный бассейн в городе, поэтому, к сожалению, нам не хватает времени. То есть за 40 минут занятия, к сожалению, можно мало что успеть. Это огорчает. А вот есть у нас кандидаты мастера спорта? Кандидатов пока нет, но из сильнейших таких спортсменов, можно отметить Лободу, Валеру, Волкову, Владу. Да, они имеют второй взрослый разряд. А вот они вот заканчивают сейчас 11 класс, забудут поступать в вузы. А у вас есть какая-нибудь замена им спортсмены? Конечно, поколение подрастает. Есть сильные ребята, которые показывают неплохие результаты. Я думаю, что у них все впереди. Все впереди. А вообще вот по каким видам у нас проходят соревнования? Вот именно какие стили есть плавания? Основные четыре стиля плавания – это кроль на груди, кроль на спине, брас, баттерфля. И также проводим соревнования по дистанции 100 метров комплексное плавание. То есть оно сочетает в себе четыре стиля плавания. А вот в соревнованиях принимают участие только с города на Ридмаре или с других еще приезжают, может, с поселков? В принципе, участие могут принять все желающие, да, дети от 4 до 18 лет. Пожалуйста. А среди мужчин, женщин проводятся? Раньше проводилось, на данный момент такого нет. Почему? Нет времени, нет средств и финансирования в том числе. А вот тренировки у вас как проходят? Сколько дней в неделю? Какие возрастные группы у вас? Стабильно ребята занимаются три раза в неделю, по два часа. Час занятий проводим в спортивном зале, то есть это общая физическая и специальная физическая подготовка. И час воды. А сколько дней в неделю? Три раза в неделю. Три раза в неделю. А вот групп сколько у вас? Или вы все вместе? Групп у нас много. Это 612 ребят, если, то у каждого преподавателя группа 6-8 стабильно есть. А вот вы работаете уже на два бассейна, у вас же есть детский еще. Детский бассейн, да. А как там занятия проходят? Там занятия проходят по часу. Есть группы инвалидов, которые занимаются, какие-то ребята с тренером, какие-то ребята пока приходят с мамами, с папами, потому что ребята сложные, пока идет только адаптация к воде. А так, таких ребят много, и я думаю, что в дальнейшем мы все больше и больше будем с ними работать. Спасибо, Ольга. Спасибо вам. Это была программа «Спорт 100» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! ПОДПИШИЛЬНОДИМОВ ПОДПИШИЛЬНОДИМ